Дзинь! Друзья, рады и приветствовать на канале 26ое колесо. Сегодня у нас на обзоре замечательный велокомпьютер от американской израильской фирмы Hammerhead. The Hammerhead Karu 2. Давайте начинать! Перед началом обзора важная информация о гонках. Сезон неотвратимо приближается и ребята из Великого Новгорода приготовили для вас ряд классных гонок. Это гонки типа Циклокросс, гонка Царь Грейдер и гонка Тур де Силищи. Вся информация об этих событиях будет Вконтакте. В группе у ребят залетайте туда, там вся подробная информация. Также я оставлю ссылки на эти события в описании под роликом. Данный велокомпьютерный обзор мне предоставлен ребятам из магазина Radical Sport. Там же его можно будет и купить. Все ссылки на аккаунты ребят также в описании под роликом. По традиции в самом начале хотел бы сказать финальную мысль этого обзора. Лично для меня по состоянию на сегодняшний момент этот велокомпьютер занимает первое место с небольшим отрывом. Сразу практически за ним следует велокомпьютер Garmin 1040, на который я засматривался тоже. И уже с довольно серьезным отрывом на третьем месте я поставил бы велокомпьютеры WAHU. Вообще все велокомпьютеры WAHU. Говорю это с прискорбием, потому что мой личный велокомпьютер сейчас это тоже WAHU, BOLT 2 и я следил за продукцией компании в этом году и надеялся, что и Chrome 2 это будет какой-то вообще суперский прорывной велокомпьютер. Я возлагал на него действительно очень большие надежды, но он лично для меня вообще не оправдал. Для меня это вообще провал и позорище этого года. Второй ROM и компания WAHU. Как вы знаете в России она сейчас тоже убрала свое приложение из официального магазина. В общем-то вот эти все сумма факторов позволяет мне вот именно сейчас поставить велокомпьютер WAHU вот на третье место. Вообще без сожаления. И два велокомпьютера первое и второе место буквально там нос в нос. Вот этот Caru и Garmin 1040. Поэтому велокомпьютеру я хотел бы сказать так. Я рекомендовал бы этот велокомпьютер тем, кто является таким среднестатистическим, в хорошем смысле этого слова, велосипедистам. Если вы чуть-чуть смотрите в сторону спорта, я рекомендовал бы вам обратить внимание на продукцию компании Garmin. А также если вы смотрите в сторону путешествий, длительных поездок и туризма, я тоже рекомендовал бы вам обратить внимание на продукцию Garmin. Как вы видите уже два таких больших направления, в общем-то в которых, как мне кажется, компания Garmin чуть лучше сейчас работает и их приборы они подойдут вам лучше, чем данный велокомпьютер. В принципе всем остальным людям, которые являются обычными, средне взвешенными, такими нормальными велосипедистами. Кстати, к которым я отношу и себя тоже. Вот всем этим людям я рекомендовал обратить внимание на данный велокомпьютер, прямо пристально обратить внимание. Это не идеальный велокомпьютер. Я говорю сейчас про Caru. Это не самый лучший велокомпьютер во вселенной. Не слушайте тех, кто вам так говорит, что это манность небес, что это вообще там переворот. Нет, это не так. Это еще один неплохой велокомпьютер. Очень хорошо, что он появился. Было бы классно, если бы на рынке было бы там 10 или 20 фирм велокомпьютеров, поверьте, они бы все были куда лучше. Потому что была бы конкуренция и фирмы вынуждены были бы что-то такое придумать и заботиться о пользователях. До недавнего времени компания Garmin вообще была в одиночестве и поэтому так лениво, лениво разрабатывала свои приборы. До сих пор эхо вот этого всего мы видим в их программном обеспечении. 10 программ непонятных, ужасное тупое меню. В принципе, они особо там не прислушаются к пользователям, потому что им все равно. Они гигантский монополист. Вот это вот такие негативные стороны вот этого вот положения, когда на рынке только одна фирма. Хорошо, что компанию Garmin стали теснить и Ваху, и Кару. Компания Кару вот сейчас, как мне кажется, они находятся вообще в идеальной позиции. Много внимания к ним сейчас приковано, что они выпустят в своем следующем поколении. Еще буквально пару слов про компанию Hammerhead. Она была основана в 2013 году Питом Морганом и Лоренсом Ватрусом. Во время длительной поездки по Соединенным Штатам Пит понял, что рынок велокомпьютеров не отвечает потребностям велосипедистов. Они объединились с инженером и другом детства Лоренсом, чтобы воплотить в жизнь свое видение будущего устройства. Основные потребности велосипедистов это главные приоритеты Hammerhead. Штаб-квартира Hammerhead расположена в Нью-Йорке. 19 января 2022 года компания SRAM приобретает Hammerhead. Вот на вот этой последней строчке я хотел бы остановиться чуть подробнее. Как вы понимаете, это хорошая новость для всех владельцев трансмиссий фирмы SRAM, а именно беспроводных трансмиссий, потому что в первую очередь, по сути, это одна компания, которая будет уделять первейшее внимание, естественно, своим продуктам. Поэтому владельцы трансмиссий SRAM будут видеть поддержку в своих велокомпьютерах именно самым первым. То есть, как только будут какие-то изменения, апдейты, самые классные плюшки, самые классные новинки, будут тут же реализованы вот этой связки. Трансмиссия SRAM и велокомпьютер. Стоит данный велокомпьютер на официальном сайте 399 долларов. В России он будет стоить примерно 36 тысяч рублей. Сразу давайте скажем про конкуренты. Ром 2 стоит сейчас 28 тысяч примерно рублей. И Garmin 1040 стоит примерно 45 тысяч рублей. То есть, как вы видите, по цене этот велокомпьютер расположился ровно посерединке. Garmin 1040, его цена, я думаю, оправдана, потому что у него гигантская батарея, огромный экран, куча функций внутри. И, в принципе, это классный прибор, который, ну, можно сказать, дороговато. В принципе, все у нас сейчас дорого. Этот велокомпьютер для многих, конечно, является шок. Шок ценой. Вот эти 45 тысяч. Люди говорят, у меня велосипед стоит 45 тысяч. И тут велокомпьютер за такие деньги. Ball 2, это, наверное, самый такой недорогой велокомпьютер, который можно сейчас взять за 23 тысячи, 25 тысяч, примерно так. Вот. Но он значительно, конечно, уступает. У него совсем маленький экранчик. Ну, и, в принципе, как я уже говорил, компания Vahoo немножко так начинает отставать. То есть, этот велокомпьютер стоит 35-36 тысяч рублей. Дорого это или дешево решать вам? Ну, те, кто, в принципе, уже посмотрят на велокомпьютеры, я думаю, это происходит как-то так ступенчато. Вначале человек приходит со своего мобильного телефона и понимает, что уже дорого за велокомпьютера. Понимает, что придется отдать какую-то сумму за велокомпьютер. Ну, и, в принципе, уже смиряется с этим и начинает там собирать деньги и так далее. Кучу людей, естественно, напишут, скажут, да у меня телефон за 35 тысяч. Можно купить там новый флагман Xiaomi или там 5 простых телефонов Xiaomi. Там обмотать весь руль этими телефонами и ездить с ним или там купить 10 пауэрбанков, 10 телефонов. И все это вместе примотать скотчем и, значит, возить на руле. Да, я сильно не буду углубляться опять в эту тему. Ну, преимущество там велокомпьютера над телефоном или преимущество телефона над велокомпьютером. Это, в принципе, вещи немножко уже для меня несовместимые. Но до сих пор, до сих пор в комментарии приходят люди, которые рассказывают о своем опыте. Как они ездят, значит, с телефонами, как это все классно. Буквально вот недавно человек написал комментарий, как он ехал со своим телефоном, пауэрбанком. Он все это там был как-то примотанно к рулют. И у него это все отвалилось, значит, разбилось. Но, тем не менее, он счастлив и говорит, как это классно. Я продолжаю использовать свой телефон. В общем, такие истории постоянно я встречаю. Ну, у нас обзор сегодня о велокомпьютере. И цена, еще раз, да, давайте напомню, 36 тысяч. ROM 2 стоит 28 тысяч, Garmin 1040 стоит 45 тысяч рублей. Если вы настроились на покупку велокомпьютера, то вы, в принципе, уже понимаете, что примерно около 30 тысяч рублей придется плюс-минус отдать за велокомпьютер. А в случае Garmin это уже там больше. А в случае их версии Solo, который вообще суперский комп, на него я тоже поглядывал, он стоит там уже за 50 тысяч туда вперед. И поэтому это уже прям такие солидные деньги. Поэтому, ну, в общем, что есть, то есть. Комплект поставки состоит из самого велокомпьютера, фирменного кредла, шестигранника для установки велокомпьютера на руль, фирменного зарядного провода, страховочного ремешка и небольшой бумажной инструкции. Также в комплекте есть две резиновые заглушки для порта USB Type-C. Давайте я сразу покажу вам эту коробочку. Вот так вот прибор вам будет приходить. И вы будете открывать, и, значит, вот в этой части здесь содержится, ну, сам прибор. И вот так вот вы снимаете. В общем, все это невероятно модно, невероятно стильно. Это самая стильная коробка, самый стильный комплект поставки, который я видел. Не только, кстати, даже среди велокомпьютеров. Понятно, мобильные телефоны сейчас нам какие-то премиальные, они любят так вот сделать. Но для велокомпьютера увидеть вот такую вот шикарную коробочку, такой вот шикарный комплект поставки, ну, честно говоря, это такое прям приятное удивление. Здесь, в отличие от велокомпьютеров Garmin, естественно, когда вы получаете тот велокомпьютер, там просто открываете коробку, и там свалка. Все в пакетиках, в таких вот целлофановых прозрачных лежит, вы высыпаете это все на стол, ну, и начинаете, в общем, разбирать, собирать там ваш велокомпьютер до кучи. Здесь все сделано круто, такие формовочки для каждого элемента, велокомпьютер, там шестигранничек, все лежит просто на своих местах. Все такое черное, однотонное и очень-очень приятный, причем комплект поставки, тут вообще сразу 100 лайков компания получает. Размеры устройства таковы, ширина 68 мм, высота 100,6 мм, длина 19,3 мм, вес 131 грамм, вес крепления 36 грамм, вес всей системы 167 грамм. Для примера, вес системы Garmin 1040 составляет 173 грамма, и вес системы второго болта составляет 97 грамм, вес системы Рома составляет 141 грамм. Система, как вы поняли, это велокомпьютер e-cradle. По весу, этот прибор весит практически столько же, сколько велокомпьютер 1040, то есть, вот такой уже внушительный вес, почти 170 грамм. Современные мобильные телефоны, они весят 200 грамм, с лишним, чуть-чуть больше 200 грамм, поэтому этот велокомпьютер, он ощущается. Но у него достаточно большой корпус, то есть, большие размеры, кредл сам, о нем чуть позже мы поговорим, поэтому этот вес, в принципе, он довольно закономерный. Прибор имеет ударопрочный корпус из стеклонаполненного поликарбоната, он одновременно легкий и крепкий. Кнопки защищены от влаги. Переходная пластина на четверть оборота, совместимая с устройствами Garmin, поставляется в комплекте. По словам компании, разработанная Garmin, парадигма четверть оборота лучше подходит для небольших и легких устройств, и не подходит для современного велокомпьютера. Новый дизайн замка Hammerhead имеет большую площадь контакта, что обеспечивает лучшую поддержку устройства. Это были слова самой компании, которая рассказывала про свой замок, про свой кредл. Давайте я расскажу про него немножко. Я так уже ухмыляюсь, потому что в обзоре на Garmin 1040, я показал тот кредл, говорил, что это кредлище. Значит, в этом велокомпьютере, в принципе, я могу сказать то же самое. Вот этот прибор, вот этот кредл. И, в принципе, его тоже могу назвать я кредлищем. Именно из-за замка. Да, как вы слышали там, они сказали, что вот эта парадигма четверть оборота, она подходит только для легких и хрупких устройств. Значит, для современных велокомпьютеров это не годится, и они разработали свой собственный замок. Суть его заключается в том, что, значит, он... Блин, его тут даже нельзя снять. Короче, он снимается в два приема, тут надо сделать вот такое движение, да, там вставить его, провернуть, еще раз провернуть, и, в общем, он держится. Когда вот так вот сделали, защелкнули велокомпьютер, считайте, что вы просто заварили сваркой. Ну, просто как будто вы сварочным аппаратом прошлись, кредл и велокомпьютер вместе сварили. Его абсолютно невозможно будет отсюда, ну, никак. Только может быть кувалдой. Взять кувалду и, значит, от руля отбивать. Это настолько крепкий замок, и в этом я вижу небольшой недостаток вообще вот этой всей системы. Ну, потому что всем привычные крепления, четверть оборота или ваховское крепление. В случае падения велокомпьютер просто у вас выскочит из крепления, ну, и улетит. Если он будет с помощью ремешка зафиксирован там на руле, он останется болтаться. В общем, вот как-то так. С этим креплением он у вас никуда не улетит, с ним ничего не произойдет. Он просто физически не способен будет от этого крепления отскочить. И, естественно, он сломается. В каком месте он сломается, это уже вот из разряда случая. Скорее всего, отломается вот это вот крепление здесь. Вот это ушко, наверное, это самое такое слабое место. Если это будет, конечно, это хорошо. Придется покупать новое крепление, понятно. Но, в общем и целом, как мне кажется, вот именно здесь он может отломаться. Может быть, где-то в другом месте. Ну, 100% будет какой-то, ну, излом. То есть, придется ему ломаться, потому что отскочить велокомпьютер от этого крепления, еще раз говорю, никак не сможет. Считайте, что вы его там просто заварили намертво всеми видами сварки, которые только есть и все. Это невозможно. Было бы, кстати, забавно провести какой-нибудь тест. Значит, приметить это крепление на какую-то трубу, взять там молоток или кувалды, попытаться его оттуда отбить. Я уверен, вообще ничего не получится. Ну, то есть, компания как-то лучший враг хорошего. Нереально старались, старались и, как мне кажется, перестарались. Ну, не нужно было делать такой крепкий замок этот. Вот это вот ни к чему, да. Велокомпьютеры, ну, обычно, я не говорю, с руля просто в случае там чего улетают и все. И ремешок этот, он поддерживает приборы. Собственно, он, ну, в общем-то, спасает сам себя. Здесь, да, еще раз говорю, это слишком, слишком крутое какое-то решение для этого замка. Владельцы данных приборов напишите, что вы думаете вот о именно этом аспекте, да, когда мы имеем такой вот супер-супер там крепкий замок и вообще хорошо это или плохо. Ну, вот свои мысли по этому вопросу я высказал. Прибор оснащен четырьмя кнопками высокого захвата с интуитивно понятным отображением функций. Он полностью управляется с помощью кнопок. На задней стороне прибора мы можем видеть и съемную крышку, которая надежно защищает лоток для сим-карты. Прибор защищен от воды и пыли по стандарту IP67. Также он имеет водонепроницаемый USB Type-C. Он устойчивый в любых условиях, если тщательно высушен перед зарядкой. Тут мы подбираемся к первому минусу данного устройства, а именно вот эта заглушка порта USB Type-C. Как вы видите, сейчас нет заглушки. В комплекте тут две резиновые заглушки, которые у вас теряются ровно за 4 секунды. За 2 секунды вы теряете первую, вставляете вторую и через следующие 2 секунды вы теряете вторую. Они ничем не держатся, они просто вставляются сюда. Для велокомпьютера, который будет использоваться в каких-то и походных условиях, и сложных условиях, и в темноте вы будете его и пытаться зарядить, и все. Сами представляете, эта заглушка, она вот такая вот, как, я знаю, у нее размер спичной головочки. Она просто сюда вставляется, и, соответственно, там ничем не держится. Компания, в какой-то момент, как мне кажется, уже осознали, что они сделали большую глупость, что они сделали обычную резиновую нормальную заглушку, которая держится, привязана к корпусу. И они теперь продают, значит, за 10 долларов такую вот, ну, как-то сказать, такую часть велокомпьютера. Вы там откручиваете вот эти вот шурупы, вот здесь, значит, два шурупчика, и, соответственно, вкручиваете вот эту крышку уже с нормальной заглушкой, которая прикреплена к корпусу, и, соответственно, нормально фиксируете. Как они сами говорят, USB Type-C здесь водонепроницаемый, но еще интересно. Велокомпьютер, посмотрите, у него здесь, так, давай, такой есть скос. То есть он как будто специально сделан, чтобы дождь сюда у нас сливался и прямо заливался в этот зарядный порт. В общем-то, это действительно очень странное место этого велокомпьютера. Вот эта вот крышка-заглушка, почему не сделать сразу нормально, или почему не написать всем владельцам этого устройства, что, ребята, да, мы облажались, мы вот не продумали, но бесплатно сейчас высылаем всем вот эту вот заднюю крышку. Пожалуйста, прикрутите ее, и, ну, будьте обладателем нормального устройства, защищенного, действительно, со всех сторон от воды и влаги. Но нет, они продают эту крышечку за 10 долларов. В общем-то, это вот такое вот действительно неприятное место этого компьютера, который, ну, вообще все владельцы, конечно же, о нем знают и выявляют уже в обзорах об этом и говорят. Ну вот компания как-то пошла немножко по неправильному пути, да, они вместо того, чтобы я говорю там написать всем людям, которые у них заказали прибор, что ребята там присылайте нам свой сиренник, и он бесплатно отправляем в эту крышечку, просто прикрутите ее, и будет все у вас хэппи-энд. Они ее продают отдельно за деньги, что, как бы, как мне кажется, немножко может раздражать владельство, что ты купил прибор, а тебе еще тут же продают нагрузку, по сути, ту запчасть, которая в нем должна стоять изначально. Экран. 3,2 дюймовый транс-рефлективный дисплей с разрешением 480 на 800 точек и поддержкой 16,7 миллионов цветов. Плотность пикселей 292 точек на дюйм, что очень неплохо для данного типа устройств. Стеклянная панель Dragon Trail с матовым покрытием, вытравленным кислотой. Стекло Dragon Trail имеет высокую устойчивость к царапинам. Матовое покрытие с антибликовым слоем обеспечивает видимость экрана при любом освещении. Сенсорный экран с функцией отвода капель. Поверхность экрана гидрофобна и отлично работает во время сильных ливней. При необходимости двойное нажатие кнопки блокирует экран. Давайте немножко расскажу об этом экране. Это, как вы слышали, 3,2 дюймовый экран. Очень хороший, большой, классный, сочный, насыщенный дисплей. Действительно, вся информация на нем читается. На главном экране можно удобно расположить 8 полей. Даже 10, но 8 вообще супер располагаются. 8 полей и каждое это поле вообще считывается. Очень хорошо, что есть темная тема, светлая тема и темная тема. Подсветка регулируется здесь по одному проценту. Можно плавно отрегулировать 25, 27, 38 и так далее. Сделать какую хочешь подсветку. В принципе, на 50% его уже очень и очень хорошо заметно. Понятно, в солнечный день можно поставить 100%. Тогда будет расход аккумулятора побольше. Но экран-то читаемый, его видно в темноте. Вообще от него можно ослепнуть. Он очень яркий. На 0% ты избавляешь подсветку и все равно очень-очень ярко он светит. 16,7 миллиона цветов. Так что попугать пользователя этими миллионами. Действительно, экран цветной. Там все видно, все читаемо. Цвета все тоже насыщенные, хорошие. В режиме карты. То, как подобраны цвета, мне тоже нравится. В принципе, режим карты это вообще такой приятный экран. Приятный экран, в отличие от главного экрана активности. К чему там чуть позже подойдем. В общем-то, по этому экрану самые положительные впечатления остались. И по размеру, и по цветам, и по подсветке. Как она работает. Многим, кстати, не нравится вот эта подсветка. Ну, если вы будете пользователем этого прибора, он будет ваш. Вы привыкнете к этому, как привыкаете ко всему. Там у других приборов она по-другому устроена. Там как электронные книжечки. Ну, что-то в этом духе. Она такая бледненькая, серенькая. У этого все такое яркое, насыщенное. Ну, ко всему привыкнете все. Будете просто там использовать прибор и радоваться. На приборе установлен аккумулятор емкостью 2500 мА. Примерно 10-12 часов активного экрана в нормальных условиях при рекомендованной конфигурации со средним разрядом аккумулятора. USB-C с быстрой зарядкой. Она обеспечивает Carro 2 от 0 до 30% за 30 минут. А полная зарядка менее, чем за 3 часа. Вот мы и плавно подобрались к еще одному слабому месту этого филокомпьютера. Это его аккумулятор. 2500 мА, как вы уже слышали. Я считаю, это очень мало для подобного типа устройства, который должен обеспечивать нам хорошую установность. Я бы хотел здесь видеть аккумулятор 5 или 6000 мА. Ну, действительно, как на каких-то там защищенных смартфонов. Понятно, его там надо куда-то всовывать и как-то, ну, как-то это все там оптимизировать. Но компания, она на то и компания, она там сказала, что да, мы думаем о велосипедистах, что мы такие там все новаторы, мы такие все там классные. Ну, пожалуйста, да, там сделайте этот аккумулятор такой большой и как-то его разместите здесь. 2500 мА и 10-12 часов экрана. Как вы слышали, это уже при средних значениях. Я делал свой зимний тест и вначале, на самом деле, прибор меня прям порадовал. Он терял заряд медленнее, чем мой велокомпьютер Ваху. И, как мне показалось, бы, я думал так, что если я проезжу целый день, то, наверное, велокомпьютер Ваху там вообще останется где-то позади. Но потом, полазив по форумам, я вычитал такую информацию, что, значит, прибор имеет свойство, там пишет 25% или 20% остается и потом буквально резко уходит в ноль. То есть ты думаешь, что, ну что, у тебя проработает нам пару или тройку часов, а он раз и там и разряжается. То есть вот этот разряд аккумулятора, он такой нелинейный. Как я уже говорил, единственное, наверное, что хочется видеть в новых итерациях этого прибора, ну, там помимо этой резиновой дурацкой заглушки, которую они, я думаю, и так уже сделают, это нормальный аккумулятор, чтобы прибор, в принципе, обеспечил, там не 10-12 часов экрана, там 25 часов экрана, ну, вот как Ваху пишет или Гармен, там 30-40 часов экрана, и тогда вообще этому прибору просто не будет цены. В общем, напишите, пожалуйста, владельца этого устройства, сколько реально часов вы получали работы, получали работы экрана. При таких максимальных условиях, когда, может быть, даже было холодно, или вы когда ездили там прям с утра до вечера на целый день, то есть сколько часов у вас удавалось, чтобы прибор проработал. Прибор имеет на борту следующие датчики. Это высокочувствительный барометр, датчики температуры окружающей среды, трехосевой акселерометр, магнитомер и гироскоп. В приборе установлен 4-х ядерный процессор с тактовой частотой 1,1 ГГц. На борту есть 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти для хранения. Из них 26 ГБ предназначено для карт. Прибор у нас работает на 8-м андроиде. Возможно, загрузка любых АПК-файлов. В основном люди загружают сюда АПК-шки, чтобы прослушать музыку или подкасты. В работе я не заметил никаких лагов, все работает достаточно быстро. Карты, навигация, когда там скролишь, когда ты увеличиваешь, уменьшаешь. Переход по страничкам. На прибор достаточно часто прилетают обновления. Я бы сказал, что очень часто. Буквально 2-3 дня или неделю проходит. Ты включаешь прибор, все, новое обновление. В общем, это довольно приятный, как мне кажется, момент. Знать о том, что о тебе заботятся, что разработчики придумали там что-то новенькое, пофиксили, что-то может быть добавили. Давайте поговорим про навигацию. Существует 4 варианта для добавления маршрута на прибор. Первый из них это нарисовать маршрут непосредственно на велокомпьютере. Второй это воспользоваться сайтом, нарисовать маршрут там. Третий вариант это воспользоваться сторонним приложением, типа кому-то или стравы. И четвертый вариант это непосредственно загрузить уже подготовленный маршрут на само устройство. Из этих 4 вариантов для меня был самый удобный, это нарисовать маршрут на сайте. Огромная карта, ты ее скрываешь на весь экран, удобно там по точкам, все видно, все приближаешь, отдаляешь, вообще супер. И потом они синхронизируются. Тут нужно сказать пару слов о том, как все это выглядит. Прибор должен у вас быть подключен к Wi-Fi или вставлена сим-карта. То есть прибор должен иметь мобильную сеть или Wi-Fi, то есть быть подключен к сети интернет. И в общем все изменения, которые вы делаете в вашем аккаунте, этом самом, это велосипедная экосистема, как они ее сами называют, в общем вот этот аккаунт Hammerhead, вы когда в него входите, и в общем все изменения, которые вы сделаете, то есть все маршруты, все там изменения на приборе, добавление маршрутов, удаление, в общем оно тут же синхронизируется с вашим велокомпьютером. Вот мгновенно. Только добавили этот маршрут, нарисовали, сделали там готово, и все, и он через мгновение появляется на велокомпьютере. Это действительно очень удобно, но в том случае, когда у вас есть интернет, хороший там доступ, и никаких нет проблем. Если вы будете без интернета, без Wi-Fi, компания говорит о том, что пользуетесь симкой, как вы слышали, в приборе есть сим-карта, можно симку там найти, ну и соответственно по мобильному интернету тоже все это делать. Это уже немножко такое ограничение, потому что где-то в путешествии, может быть там будет не до этой симки, в общем Wi-Fi тоже искать. Вот это такое, наверное, тоже одно из, не то что слабых мест, но в общем мест, которое может явиться причиной небольших проблем, если вы окажетесь в местности, где будут проблемы, перебои с интернетом, вам нужно будет нарисовать маршрут, как я уже говорил, можно сделать это с самого устройства, но в принципе там не то, чтобы прям суперудобно. Это лучше, сразу скажу, чем на устройствах Vahoo, на моем болте, там совсем неудобно, ну во-первых, потому что он вообще очень плохо ищет по местности, там совершенно не знает, даже в центре города не знает никаких ни улиц, ничего там, не говоря уже о области, о каких-то поселках или ЖД-станциях, у этого прибора с этим получше, он знает больше адресов, он реально практически знает там все станции метро, все улицы, можно найти прям даже адрес нормальный, в этом плане он меня порадовал, и соответственно я там пробовал искать какие-то места в ленобласти, он тоже делает это лучше. Соответственно, ну с прибора можно, можно это сделать, не так это удобно, как с сайта, но можно. Загрузка через Komoot и через другие приложения, в общем это тоже все меняется, сейчас вот например Komoot в списке поддерживаемых устройств, он уже пишет, что он поддерживает только устройства Garmin, то есть велкомпьютер Vahoo или вот этот Hammerhead, вы не добавите, то есть он сам в своем официальном сайте вот так почему-то пишет, там что-то у них изменится, они добавят еще какие-то велокомпьютеры, то есть рассчитывать на это, это вот постоянные-постоянные какие-то изменения. Ну и четвертый способ, это просто закинуть трек на ваш велокомпьютер. У меня это получилось сделать реально с большими костылями, сейчас будете смеяться, это получилось сделать только через Mail.ru, я уже забыл про это Mail.ru, на самом деле диск, какое-то там облако Mail.ru, но вот так вот вышло, все варианты я там перепробовал, и вот остановившись только на этом Mail.ru, он сказал, что вот с помощью там этого облака он может загрузить этот маршрут, в общем пришлось вот так загружать. Но это прям такой совсем резервный вариант, я говорю самый классный рабочий вариант, когда у вас все хорошо, когда есть интернет под рукой, это вот нарисовать маршрут на сайте, все синхронизировать, и значит прибор, прибор считает ваш маршрут, и все будет классно. По самому треку прибор пишет его очень точно, потому что внутри уже установлен новый стандарт JNSC, который является более точное позиционирование, это мы видим, кстати, эту систему уже в 1040 в Garmin, который тоже очень точно пишет трек. В общем, короче, с навигацией у него на самом деле нет вообще никаких проблем, если бы нет тот самый аккумулятор 2500 мА. Обязательно нужно поговорить про дизайн данного устройства, и эту тему я хотел бы разделить на две части, а именно это внешний вид устройства, то есть внешние кнопки, экран, корпус, как-то все сделано, кредл, и все, что находится внутри, то есть интерфейс, кнопки уже внутренние, шрифты, иконки, вот это вот все. Как я уже говорил, когда вы получаете прибор, и делаете распаковку, то вас ждет уже первое наслаждение, потому что это классная коробка, это классная распаковка, там формовка внутри, все очень красиво, очень так вот сделано лаконично, черный такой цвет, мне вообще дико понравилось. Прибор внешний выглядит тоже классно, у него хорошая форма корпуса, то есть у него там нет никаких скруглений, дурацких там где не надо, допустим у прибора Garmin, вот эти вот ушки, которые с боков там сверху и снизу, это просто вот нечто, плюс Garmin он совсем разноцветный, как я уже говорил, там в своем обзоре 4 цвета, красный, белый, серебристый и черный. Этот прибор он весь черный, что естественно добавляет ему такой уверенности, такой мужской красоты, 100% черный прибор, вообще классно. Cradle тоже выглядит хорошо, прибор на Cradle тоже выглядит хорошо, надпись небольшая Hammerhead в торце, ну мы имеем только надпись на всех велокомпьютерах, в принципе она на всех велокомпьютерах хорошо и смотрится, кроме Garmin. Ну Garmin ладно, это отдельная тема. Теперь что касаемо внутренней части, здесь все прекрасно, за исключением одного момента, а именно это главного экрана активности. Как мне кажется ситуация такая, работали дизайнеры, нормальные ребята, которые все сделали, все подобрали, хорошие шрифты, хорошие иконки, сочетание цветов, все на самом деле, все прекрасно. Но пришла главный бухгалтер в какой-то момент и сказала основателям, владельцам компании, что главный экран активности, знаете, хочет разработать мой сын. Ему 13 лет, он учится в школе, сделал уже очень много дизайнов для своих школьных друзей, сделал дизайн выпускного альбома, работает он в классной программе Paint, вообще он у меня очень хороший способный мальчик. И вот давайте так вот сделаем, чтобы он этим занялся. Если вы мне не позволите, что так произошло, значит я все наши финансовые документы компании, выкладываю в сети, все это утечет туда. Ну основатели подумали, подумали, ничего не сделаешь, придется уступить. И значит этот 13 летний парень, паренек, сделал главный дизайн активности. В общем, я вздыхаю здесь, мне реально сказать даже нечего. Это какие-то косые шрифты, косой какой-то межстрочный, эти цифры огромные, они залезают на буковки, расстояние какое-то непонятное. В общем, все это до того, какое-то несуразное, просто действительно, как будто вот оторвано от прежнего дизайна, ты листаешь там странички, и все нормально, все нормально, ходишь по меню, и там все нормально, потом переходишь на главный экран активности, оп, и тут уже все ненормально. Те встречают вот это вот катаваси. Причем это никак невозможно изменить, изменить шрифт, изменить там этот размер, ну просто можно там количество полей изменить, но ты не можешь изменить вот то, что ты имеешь, то, что ты видишь. Я на это сразу обратил внимание, и как мне показалось, это, наверное, недоразумение, которое можно будет, естественно, заменить, там порывшись в меню, я нигде не нашел, что можно будет заменить шрифт, изменить вот это вот все безобразие, которое мы имеем на главном экране активности. Я уверен, что для большинства людей то, о чем я сейчас рассказывал, не имеет какого-то решающего значения. Ну, в принципе, действительно, эти цифры, они показывают те данные, которые они должны показывать. У вас там все меняется, все функционально, какую-то свою нагрузку, это все действительно выполняет. Но то, как это все выглядит, я действительно смотрю каждый раз на этот экран, у меня дергается глаз. Наверное, может быть, а может быть и нет, компания займется этим и изменит. Может быть, говорю и нет, может быть, там вот это проклятие сына главного бухгалтера, оно будет так и висеть над главным экраном и никогда. В общем, друзья, для меня это вот, наверное, третий, третий такой немаловажный момент этого прибора, который, ну, не то, что это недостаток, ну, для меня это такой неприятный момент, я скажу честно, меня это прям раздражает сильно. И если бы я был пользователем этого велокомпьютера, наверное, что сделал бы я? Я просто бы уменьшил бы, точнее, увеличил бы количество полей, чтобы там цифры эти поменьше ужасные стали. То есть, когда ты их увеличиваешь, это просто вообще невозможно даже на это смотреть. Но когда они там маленькие, ну, ладно, там 10 полей делаешь и нормально. Также, кстати, забавно в режиме карты, когда ты просто ставишь одну карту на следующем экране, там все нормально. Когда ты в нее добавляешь эти цифры, и это все начинает уже как-то не сочетаться. В общем, дизайн практически на 10 из 10, кроме вот такого маленького недоразумения. Друзья, мы плавно подобрались к самому концу обзора. Давайте я скажу свои финальные мысли, теперь более развернуты об этом приборе. Мне понравился этот велокомпьютер. Как я уже говорил в начале, это не ответ на все вопросы, это не самый лучший велокомпьютер во вселенной. А он там не идеальный, у него, как вы слышали уже из обзора, у него есть недостатки. Но, в принципе, он очень и очень неплохой, действительно. Вот если бы буквально они поправили аккумулятор, время работы поставили все на нормальной батареи, это прям вообще был, как мне кажется, суперский велокомпьютер. Этот велокомпьютер подойдет для всех людей, которые являются обычными велосипедистами. Они немножко где-то по спорту занимаются, немножко где-то ездят в поход. А так, в принципе, ведут такую среднестатистическую велосипедную деятельность. Я вот как раз себя причисляю к таким людям. И вот для таких пользователей этот велокомпьютер, как мне кажется, самое то. Люди, которые уже чуть больше в сторону спорта смотрят, я бы им рекомендовал бы обратить внимание на гармин. Также люди, которые больше путешествуют, больше ездят в походы, им нужны длительные какие-то расстояния, я тоже им рекомендовал бы обратить внимание на продукцию гармин. Да, гармин дороже, но, в принципе, он за эту свою цену предоставляет действительно вот эти вот классные функции, которые как раз и нужны и в спорте, и в длительных путешествиях. А так вот, да, этот велокомпьютер достаточно сбалансирован, он имеет отличный дизайн, и внутри там все очень просто. Кстати, наверное, тоже еще отмечу один такой момент, о котором я сказал в обзоре. Это его простота. У него действительно небольшое меню, там буквально менюшечка такая небольшая, и там все вот так вот скомпоновано, они там часто эти менюшки повторяются, ты зашел туда, она тут же повторяется, там смахиваешь ее сверху, и там те же самые функции повторяются. То есть их, в принципе, немного, и это очень хорошо. С помощью буквально вот этого маленького меню ты можешь все настроить, и все функции настроить быстро, быстро, компактно. Вот это маленькое меню, как мне кажется, это преимущество этого устройства. Я очень жду в комментариях владельцев именно данного прибора, которые расскажут именно о длительном процессе эксплуатации. Что выпало, какие косяки может быть, что радует в этом приборе. Также жду, естественно, пользователей всех других велокомпьютеров. Расскажите, что уже надоело в вашем велокомпьютере, хотелось бы его сменить или нет. Также жду пользователей тех самых мобильных телефонов, которые возят их на рулетом с 10-ю пауэрбанками. На самом деле, чтобы они тоже высказались, как там все проходит, не дозрели ли вы на покупку своего первого велокомпьютера, или все у вас устраивает. В общем, давайте обсудим всю эту велокомпьютерную тематику. Напишите все, что вы думаете об этом велокомпе, и вообще всех других. Увидимся в следующих роликах. Не пропадайте, всего хорошего. Пока.